Наземный переход через улицу маршала Жукова-Всепайлова уже давно приобрел славу одного из самых бесполезных сооружений Уфы. За 18 лет своего существования объект использовался по назначению только первые несколько лет. К тому же рядом был наземный пешеходный переход. Последние 4 года бетонный комплекс и вовсе был закрыт и постепенно приходил в упадок. ЮТВ делал про сооружение отдельный сюжет. Архитектор Егор Попов даже предлагал сделать там музей. Позиционировать его так, как, да, мы в свое время совершили ошибку, но мы сделали выводы и как раз приобщать людей к этому, как сказать, к новой парадигме, где во голове стоит пешеходный, велосипедист, общественный транспорт. Я сам с Сипайловой большую часть жизни здесь прожил. Я не, ну, как бы, много пользовался им, когда он еще был открыт. Даже когда он функционировал, вид у него был удручающий. Однако в 2022 году в сооружение вдохнут новую жизнь. Скоро в одной из башен перехода откроется школа проекта «Музыка в Кубе». Выбрали нас, потому что мы уже ведем несколько творческих музыкальных проектов. У нас есть музыкальная школа, студия звукозаписи. Также мы организовывали в этом году летом на набережной музыкальный фестиваль авторской музыки. Вот, поэтому город нас знает. И вот предложили это помещение под реализацию, под расширение нашего проекта. Мы, конечно же, пришли, посмотрели, сразу были впечатлены масштабом, что здесь большое помещение, есть место, где разогнаться, где делать музыкальные школы и концертный зал. Но здесь, конечно, очень много работы было. Часть работы мы уже делаем. И, в принципе, планируем к январю все завершить. Площадь четырехэтажного здания составляет 480 квадратных метров. Как рассказала Алина Гасимова, первые впечатления, когда они зашли в башню, были сравнимы с ужасом. Было жутковато, потому что здание было в плачевном состоянии. Мы понимали, что здесь будут требоваться капитальные вложения. Очень много денег надо вложить в ремонт, в восстановление. Так получилось, что здание пустовало. То есть не было людей, которые курировали и обслуживали помещение 4 года, насколько я знаю. И в какой-то момент там прорвало отопление. И с четвертого по первый этаж все залило горячей водой. Потом это все в закрытом помещении испарялось. Копился конденсат наверху и простояло помещение в таком виде около года. Строители приложили множество усилий, чтобы привести башню перехода в пригодное состояние. Им приходилось буквально соскабливать плесень со стен. Такие наросты были с первого по четвертый этаж здания. Кроме того, потребовалось подготовить помещение под будущую музыкальную школу. Любое здание, оно изначально не подготовлено для музыкантов. Естественно, требуется вложение в звукоизоляцию профессиональную, в звукоотражение, для того, чтобы здесь была соответствующая акустика. Для того, чтобы в концертном зале все приятно звучало. Для того, чтобы в музыкальной школе не было каких-то лишних отражений. Ученик хорошо слышал свой инструмент или, например, свой голос. Для этого, естественно, здесь будет делаться, в данный момент происходит как раз ремонт. По планам авторов проекта «Музыка в Кубе» в обновленном здании надземного перехода разместят все необходимое для обучения музыке. Здесь можно будет не только получать образование, но и приобрести инструменты, либо их комплектующие. У нас есть уже проект «Музыка в Кубе» в Арт-квадрате. Находится он, да, существует он два года. И концепция здесь такова. Это музыкальный магазин, студия звукозаписи и музыкальная школа. Здесь у нас уже, скажем так, четыре этажа. Первый этаж – это музыкальный магазин, второй этаж – это студия звукозаписи, третий этаж – это будет полноценная школа, и четвертый этаж – это концертный зал. Спустя четыре года забвения надземный переход возле Кашкадана может стать настоящим творческим центром микрорайона. Стоит отметить, что сооружение начало выполнять свое прямое назначение. Теперь по нему можно перейти на другую сторону, но популярностью этот маршрут у жителей Сипаилова не пользуется. За время съемок сюжета здесь прошел всего один человек.